Эфир телеканала «Россия-24» продолжает вести интервью. И сегодня у нас в студии Юрий Геннадьевич Жуков, генеральный директор футбольного клуба «Смена». Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Геннадьевич, завершилась первая половина сезона первенства России по футболу. С какими результатами к середине сезона подошла наша команда «Смена»? Мы закончили мы этот отрезок на четвертой строчке турнирной таблицы. Могли бы, конечно, подняться выше, но, к сожалению, в футболе не всегда получается то, чего хочется. Ну, то, что если, конечно, вопрос возникает, почему по сравнению с прошлым сезоном, когда стали чемпионами, такой результат, ну, здесь как бы несколько причин, наверное, сыграли роль. Ну, во-первых, «Смена» главного тренера. У нас Михаил Семенов сменил место жительства, работает сейчас в Краснодарской Кубани. Вот. Мы назначили главным тренером Максима Швецова. Наверное, поменялись требования к футболистам. И, конечно, ряд новых футболистов, которые влились в коллектив. Ну, наверное, для того, чтобы они влились окончательно, нужно какое-то время. Поэтому есть моменты несыгранности. Ну, в общем-то, команда крепкая. По игре мы абсолютно никому не проиграли. Но в футболе бывает так, что, играя хорошо, можно и проигрывать. Ну, вот те вот ряд игр, которые прошли в первой половине сезона, где что-то не получилось, вот, как бы было, ну, может быть, железно, и вдруг не получилось, и почему? Все равно же вы анализ проводите после каждой игры. Ну, конечно, анализ сейчас очень тщательный. Тем более, сейчас есть возможность, там, доскально разобрать игру каждого игрока, получить статистические данные, как отдельного игрока, так и команды в целом. На видео просмотреть игру? Конечно, тренер, это все сейчас есть, технология эта разработана, мы ей пользуемся. Поэтому в этом плане у тренера очень большие возможности. Это все доносится футболистам. Говорю, желание – это одно, а на поле воплотить это в жизнь, как бы, немножко другое. Ну, вот смотрите, состав команды, он все равно же поменялся. Вот сколько? Поменялся. Да, на ваш взгляд, нужно команде, чтобы сыграться. Некоторые годами не могут сыграться. Ну, здесь тоже это дело времени. Знаете, мы надеемся, что, потому что к нам пришли опытные футболисты. Например, Саша Антипенко, он просто пошли к нему на встречу, он хочет закончить сезон в родном городе. Поэтому приехал к нам из Астрахани, и здесь до сих пор его родители живут. И, конечно, он здесь оказался как дома. И, в общем-то, выступил очень хорошо. Есть, конечно, футболисты, которые не оправдали своих ожиданий, наших ожиданий. Вот, ну, еще раз говорю, это футбол, нужно время, чтобы притереться друг к другу. Я думаю, у нас весенняя, там, летняя часть будет более успешной. Еще поборемся и за призовое место. То есть шансы еще есть. Шансы есть хорошие, поэтому, да. Все будет зависеть, как будем готовиться. Здесь есть тревожная такая тема. Сможем ли мы полноценную подготовку провести. Это, как правило, на выезде проводится ли, да? Ну, конечно, в марте-апреле невозможно здесь проводить сборы. Поэтому выезжаем. Сейчас мы ездим в Крымск, Краснодарского края, и в Паторию. Город побратим Комсомольское на море. Хочется, как говорится, провести минимум, как говорится, нужно два сбора. Но бывало, что из-за отсутствия средств проводим и один. Не знаю, как будет на следующий год. Вот в Москве на днях проходило свидание Совета профессиональной футбольной лиги. И вы присутствовали на нем. Какие вопросы рассматривались? И как их решение повлияет на наш футбол вообще? И, может быть, на нашу команду смена в частности? Да, Совет лиги прошел 14 октября. Значит, обычный текущий вопрос рассматриваем. Ну, здесь рассматривался, значит, посмотрели, мы изучили проект стратегии развития футбола до 2030 года. И какое место там отводится второму дивизиону. Нас, конечно, больше всего беспокоит зона «Восток». Вот по ней, как бы, будет предложен проект, значит, который предусматривает не 5, а 6 зон. То есть зону, самая здесь такая многострадальная зона – зона «Восток». Конечно, вот эти расстояния от Сахалина до Умска с нынешними условиями очень сложно изыскивать средства на эту транспортную составляющую. Поэтому уже давно стоит, а в этом году очень остро стал вопрос о разделении зоны на Сибирь и Дальний Восток. Ну, здесь встает вопрос о том, как пополнится зона, допустим, Дальний Восток, какими командами. Конечно, есть потенциальные участники там, где есть инфраструктура, есть стадионы с базами. Такие города, как Находка, Уссурийск, Благовещенск, Якутск. Есть другие города, где, в общем-то, в приложении небольших средств можно подвести эту инфраструктуру к требованиям проведения. Тем более команды третьего дивизиона там играют. Есть третий дивизион, который могут играть спокойно в этой зоне. Ну, в общем, в этом плане предстоит большая работа. Здесь зависит от Министерства спорта, от руководителя РФС, КФЛ. Ну, и, наверное, без губернаторов сразу же будет решить этот вопрос. Хотя вполне решаемая тема. Для этого просто нужно поработать. В течение какого времени это может произойти? Ну, сейчас зимний период большой. Все эти предложения, сейчас проекты мы утвердили на совете. Они сейчас будут предоставлены руководству РФС, будут это рассматриваться и вырабатываться планы работы по этим моментам. Ну, может быть, это даст толчок развитию футбола в тех регионах, где, в общем-то, как такового его и не было. То есть, может быть, с другой стороны это и хорошо, да? Дальний Восток не только надо развивать экономически. Экономически это нужная еще спортивная составляющая тоже здесь присутствовала. У нас очень мало команд. Вот. Значит, Комсомольск на море вообще представляет одна профессиональная команда. Хотя в городе очень большие традиции. Я, как игровик, я болею за игровые виды спорта. Конечно, хотелось бы, чтобы в городе возродился и хоккей с мячом, который в свое время выступал в первой лиге. И у волейбола хорошая традиция, когда юноши были чемпионами России. Вот. И в баскетболе есть результаты. Ну, об этом надо думать. Конечно, понятно, финансовое положение в стране и вообще в городе. Оно не позволяет, может быть, все сделать. Но к этому стремиться надо. Вот в свете этих событий, какие все-таки вы видите перспективы у клуба «Смены», если бы все-таки возможность сыграть классом выше, радовать наших болельщиков? Что, может быть, для этого нужно? Вы знаете, в последнее время тревожит в средствах массовой информации. В интернетах пишут о футбольном клубе «Смена». Знаете, представляют его здесь таким монстром, который забирает все деньги здесь, в общем-то, которые не достаются, в общем-то, другим видам спорта. Нам не нужны чужие деньги. Нам нужны средства для участия в первенстве России по футболу. А участие в первенстве России предусматривает не только участие основной команды, но и участие в дублирующих составах первенства края, и участие детско-юношеской команды по пяти возрастным группам. На все это нужны средства. Мы с удовольствием бы пользовались, помимо средств авиационных предприятий, чтобы помощь оказывали и другие предприятия города, и с удовольствием бы отказались от бюджетных средств. Но пока здесь мы не видим каких-то решений или возможностей у этих предприятий, потому что как бы основной ответ на все эти вопросы все решают в Москве. Но это понятно, что руководители «Газпрома», «Роснефть» в Москве, здесь, может быть, уровень городских властей не позволяет выйти на прямой контакт, но вопрос все равно решаемый. Это здесь надо, в общем-то, тоже, я думаю, поработать нашим руководителям и края, и города. Ну, я думаю, что смысл вкладывать средства в смену есть, свой потенциал она показала, то есть то, что могут комсомольчане, они это показали и сделали. Знаете, я просто так кратко, если вот, что вообще такой футбольный клуб «Смен», для чего он вообще создавался в городе? В 2002 году было принято решение о создании футбольного, профессионального футбольного клуба «Смена», который предусматривает не только участие команды в «Перенестве России», ну и развитие футбола в городе. То есть это за собой тащит автоматически многое? Конечно. Вот вопрос, а что сделал-то для этого клуб «Смена»? Ну, так, для примеров просто скажу. В 2002 году он был создан. Мы сразу поставили вопрос о строительстве в городе первого искусственного газона. Ну, так как «Смена» принадлежал заводу, значит, мы обратились, инициатива в Индии была наша. И он был построен и пущен в эксплуатацию в 2003 году. Так вот, до этого я работал на кнопку. Мы в 2001 году пытались возродить цеховой футбол. Мы с горем пополам там купили форму, собрали четыре команды. Провели этот турнир там, если его можно так назвать. Все. Вот в 2003 году, когда был построен этот газон, мы ничего не организовали. У нас просто в первенстве завода выступило 28 команд. Сами купили форму и участвовали в этих соревнованиях. То есть вот оно, это и есть развитие. И привлечение, как говорится, населения к занятиям спортом. Ну, там больной вопрос по смене. Как он строился, эксплуатировался, другая тема. Не хочется ее затрагивать здесь. Ну, нет, я посмотрю и детский футбол сейчас, и дворовый футбол. У нас, в принципе, сейчас очень много команд-то играет. Дальше эти поля. Мы уже строились непосредственно при нашем участии. В 2003 или 2004 году Кнопо тогда передавалось управление Москве. Тогдашим руководителем Виктор Иванович Меркулов. Просто при встрече, как он, ну, там, дословно-недословно, я скажу, он говорит, пока Москва все не отобрала, давайте смене футбольного клуба отдадим 15 миллионов. Нам эти деньги отдали. Поступили они на наш расчетный счет. Ну, конечно, было так. Ну, мы сейчас стали богатые. Сейчас можно увеличить зарплаты футболистам, тренерам, руководству. Ну, знаете, конечно, это так, шутка. Мы, в принципе, сразу решили встроить еще одно искусственное поле. Получили его под программу в Москве. И этот искусственный газон был устроен и упущен в эксплуатацию в 2005 году на стадионе «Строитель». Что, в общем-то, сразу дал толчок в развитии футбола. Он до сих пор в городе, в нашем, ну, не знаю, на Дальнем Суповом нет больше другого города, где участвует столько количества команд. Вот это и есть развитие футбола. А в 2007 году мы выбили еще одно поле. Бесплатно причем. В Москве удалось это руководству клуба. И мы его хотели на авангарде. Ну, не получилось. Там, опять же, не будем рассказывать, почему. Вот. И уложили его на стадионе «Металлург». Так что наш город в плане футбольных полей, ну, как бы... Ну, играть есть, где перспективы все-таки есть, да? Стал, да, ездить, заниматься где-то. Ну, в общем-то, это и дало толчок в общем-то развитию. Почему у нас столько команд и есть где играть. Понятно. Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время наше стекло. Я благодарю вас за беседу и напоминаю, что сегодня у нас в студии был Юрий Геннадьевич Жуков, генеральный директор футбольного клуба «Смена». И желаю удачи вам во второй половине сезона. Спасибо.